МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедший год барановические животноводы завершили с высокими показателями. В 2016-м было произведено 103,9 тысячи тонн молока, что на 4,3% больше уровня 2015 года. Как отметил председатель районного исполнительного комитета, сейчас не верится, что когда-то в районе был клуб доярок 3000 низ. Ведь теперь рубеж даже в 4000 килограммов молока стал обычным делом. Впервые район надоел 5175 килограмм молока на корову. Многие фермы добились еще больших результатов. 4 хозяйства перешагнули 6,5 тысячный рубеж у доя на корову. Это тоже очень важно. Сегодня есть ферма севруки, которая более 9 тысяч доет. Это уже стабильный ее результат на протяжении последних 4 лет этой фермы. Добились неплохих результатов в птицеводстве. В целом, по производству мяса бролером на наша фабрика «Дружба» вышла на хорошие стабильные показатели. Более 61 грамма среднесуточные привесы бролеров получены. И получили около 60 тысяч тонн мяса бролера. По яйцу неплохо сработали. С хорошими показателями вышла барановская фабрика по яйцу. Комплекс «Мир» подходит к тысяч килограммовым привесам. И тот показатель, который был раньше в миру, они сегодня к этому показателю подходят с такими неплохими успехами, скажем. Восточный восстановил те проблемные вопросы, которые были по производству свинины. Они сегодня не просто восстановились, они сегодня более 650 грамм получают привеса на восточном свине. Это хороший показатель. Мы получили почти 14 тысяч тонн мяса свинины на восточном. Восстановили поголовье. Естественно, это предприятие сегодня успешно развивается. В этот день слова благодарности звучали в адрес тех десятков людей, чей труд на первый взгляд не виден за высокими цифрами статистики. Но именно они выводят район на пьедестал почета и в области, и в республике. Если бы таких районов у нас было третья часть, мы бы удвоение обеспечили прирост молочной продукции в республике. Если бы взять сегодняшний хозяин, хозяйство Крошин, почти 60 тонн в сутки молока производит. Это много чего стоит. Почти 3 тысячи поголовье коров. Это хозяйство таких единиц в республике. Вот и Барановский район, потому что мы побыли на фермах, где действительно созданы условия, самое главное, что для наших работниц, условия труда и работы. Тогда и результаты есть. Потому что мы говорим, а человеческий фактор – это все-таки один из основных. Как бы мне говорили, технологии новые, животные современные, высокопородистые. Но если рядом с ними нормальный человек, который стремится действительно, чтобы получить продукцию, тогда будет результат. Барановическому району есть кем городиться. И не только хлеборобами, но и животноводами, которые с трепетом и со всей ответственностью относятся к своему делу. У награжденной в этот день грамотой районного исполнительного комитета Татьяны Терентьевны, Мирановская бригадира молочно-товарной фермы «Юшковичи» открытого акционерного общества «Крошин» свой побитый рекорд – плюс 150 килограммов к 7270, полученных в 2015 году. Надо любить свою работу, во-первых, и ценить ее. Это работа, это животноводство, это все-таки дойное стадо, это продукция, молока. Ну, конечно, работать трудно, работа очень трудная, конечно. Но стараемся, доим. У нас показатели уже не первый год хорошие. Надо достичь нам больше еще, хочется достичь больше показателей высоких. Более 30 лет в агрокомбинате «Мир» работает Мария Петровна Хрещенович. Сначала дояркой, а сейчас животноводом. Занимается выращиванием телят. Несколько лет назад на предприятии внедрили новую технологию, которая успешно себя оправдала. Привес в сутки составляет 700-800 граммов. Результаты очень хорошие. У нас вот коллектив такой, ну, такие все женщины в возрасте, самостоятельные. Я не скажу, что я самая лучшая. У нас все лучшие просто любят свою работу и отдаются своей работе. По итогам прошлого года 34 оператора машинного доения получили более 7 тысяч килограммов молока от коровы. Это представители четырех хозяйств «Дружбы», «Крошина», «Агрокомбината Мир» и «Барановичской птицефабрики». Животноводы на выращивание ремонтных телок из открытых акционерных обществ «Крошин» и «Столовичи Агро» получили наивысший среднесуточный при весу в районе – 731 грамм. В этот день лучшие животноводы района были отмечены грамотами, благодарностями руководства района и республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова